Распоряжением городского главы в прошлом году была создана рабочая группа для нескольких задач. По Заболотному 26А функционируют объединения совладельцев общежития уже несколько лет. Исполнительным комитетом городского совета в свое время дом был передан в управление этого объединения. К сожалению, это одна из грустных строк или отрицательного опыта своеобразной самоорганизации населения и управления жилым фондом. Это объединение совладельцев. К сожалению, у всех на устах большие скандалы и притеснение прав жителей общежитий мы наблюдаем со стороны этого объединения совладельцев. К сожалению, не соблюдаются нормы закона об объединении совладельцев многоквартирного дома, в особенности управления общежития. Для разрешения этих проблем еще в 2013 году Геннадий Леонидович Труханов, будучи тогда народным депутатом Украины, выступил на состоянии исполнительного комитета. Там была сложная ситуация. Она была связана с тем, что, к сожалению, объединение совладельцев на тот момент препятствовало реализации жилищных прав жителей общежитий, не способствуя им выдаче документов на приватизацию жилья. Тогда была создана рабочая группа и был найден алгоритм через постоянно действующую комиссию по разрешению жилищных прав жителей общежитий. С тех пор уже несколько лет сессия Одесского городского совета принимает решение о выдаче договоров найма людям, которые проживают на законных основаниях в этих общежитиях и, соответственно, разрешает приватизацию комнат в этих общежитиях. Но, к сожалению, из-за того, что согласно порядку приватизации Государственного коммунального жилого фонда, первичные документы на приватизацию должна оформить жилищная организация, которая эксплуатирует жилой фонд, это объединение совладельцев препятствует людям в реализации и дальше жилищных прав, не подписывая документы, которые являются основанием для приватизации. Кроме того, с 4 апреля 2016 года Государство, Верховная Рада передало право полномочия по регистрации местопроживания лиц в Украине органам местного самоуправления. Решением Одесского городского совета органам управления был назначен Департамент предоставления административных услуг. Согласно законодательству, Департамент должен был забрать картотеку у жилищных организаций для организации реестра территориальной громады. Когда мы обратились в объединение совладельцев многоквартирного, объединение совладельцев этого общежития, передать нам картотеку, нам принесли только небольшую часть картотеки и без архива. Попытки самостоятельно добиться получения картотеки у нас не увенчались успехом. В связи с этим мы инициировали создание этой рабочей группы, задачами которой было, во-первых, забрать картотеку, которая у них осталась незаконно в пользовании. Картотека содержит информацию конфиденциальную, персональные данные жителей этого общежития, она не должна храниться у объединения совладельцев. Это объединение совладельцев, храня у себя эту картотеку, нарушает закон о защите персональных данных. Более того, задача стояла в связи с тем, что много жалоб на функционирование этого общежития. Была задача проверить целевое использование коммунального жилого фонда. Рабочая группа выехала на место, объединение совладельцев мы не нашли по адресу. Администрацию объединения совладельцев в помещении было закрыто, со слов жителей общежития. Давно уже объединение совладельцев не размещается в помещениях, которые были выделены ОСГ для функционирования. И якобы передано этим объединением совладельцев, передано управление этим общежитием какой-то частной компании. В связи с... Ну и дальше мы прошлись по зданию. Мы обнаружили людей, у которых не было никаких правоустанавливающих документов, которые проживали в неприватизированных комнатах. Мы зафиксировали факты грубого нарушения правил пожарной безопасности. Это и заваренные, заложенные пожарные выходы, это и проводка оголенная, это и следы пожаров, которые были. То есть, как начиная с нарушения, связанные с управлением городским имуществом, незаконным распоряжением, так заканчивая подверганием жизни и здоровья жителей этого общежития большим риском. Более того, мы как орган регистрации зафиксировали факт незаконной передачи в пользование объединением совладельцев этого общежития, неприватизированные комнаты стороннему человеку, это незаконное владение распоряжением коммунальным имуществом. Соответствующий был подан иск, и на данный момент, в принципе, судебные инстанции подтвердили, что это незаконные действия со стороны объединения совладельцев. Рабочая группа закончила свою работу, зафиксировав то, о чем я сказала, и дала предложение городскому голове о том, какие поручения нужно дать, и они были даны соответствующим структурным подразделениям Одесского городского совета, Департаменту городского хозяйства, районной администрации, оптическому департаменту и так далее, и Департаменту предоставления административных услуг. Поэтому на данный момент, согласно регламенту Одесского городского совета, было подписано распоряжение о прекращении работы рабочей группы, которая выполнила задачи, которые были возложены на нее в том объеме, в котором было возможно.